Франция Что это за инструмент, он такой важный и какую роль он играет в мире? Об этом рассказал постоянный эксперт накануне ТВ, руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин. В последнее время мы слышим много упреков в адрес работы ООН со стороны молодых лидеров государств, получивших совсем недавно покровительство Запада. И не только молодых. Германия, например, стремится изменить структуру и стать постоянным членом Совбеза ООН. Так ли устарел этот механизм? Действующий механизм неплохо работает. И не нужно забывать, что устав ООН, в общем-то, никто толком не хочет трогать, именно чтобы не открывать ящик Пандора с непонятными последствиями. Германия объединилась и стала влиятельным государством. Но я думаю, что мы должны наложить на это вето, потому что Германия не скрывает и демонстрирует ворогревность к нам. И Германия, энергично и последовательно поддержав нацистский переворот в Киеве, показала, что нацист, может быть, умер в ее внутренней политике. Но он очень актуален в ее внешней политике. А нам возрождение нацизма не нужно. Путин в недавнем интервью заявил, что ООН остается единственной универсальной международной организацией, которая призвана поддерживать мир во всем мире. И в этом смысле у нее нет альтернативы сегодня. Почему же Франция, призывая отказаться от права вето членов Совбеза ООН, покушается на этот инструмент мира? Французы покусились, потому что Меркель приказала Оланду, может быть, и американцы приказали Оланду. А сама Меркель поддерживает. Она как нечлен Совета Безопасности. Ее слово «мало что значит». А идея выявляется и сейчас, потому что Россия при помощи права вето защищает свои интересы против Запада. И Запад хочет лишить России возможности отстаивать свои интересы. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение».